Ребята, все, начинаем лекцию по небесной механике. И прочитаю вам ее профессору Николаю Владимировичу Емельянову, который заведует в ГАИШе отделом небесной механики. Так что, вот, ну, наши знают, а вот ребята с факультета космических исследований, если хотите заняться небесной механикой, то вот, все, вот так. Ирина Николая Владимировича. Спасибо за то, что меня объявили. Значит, я действительно заведу небесной механикой в ГАИШе. Не просто отделом, а вообще вот небесной механикой в ГАИШе. Были когда-то Лаплас, Лагранж, вот. Ну, теперь вот Емельянов, значит, и другие у нас в отделе. Значит, задача небесной механики немного отличается от задач по астрофизике. Чем отличается? Есть основное отличие. Я его попытаюсь в докладе своем раскрыть. Зачем нужно изучать Солнечную систему? Небесная механика в основном занимается изучением динамики тел Солнечной системы. Не только Солнечной системы, и галактик, и скопления галактик, и черные дыры, и эти самые, значит, релятивистские эффекты всякие, релятивистская механика тут вся задействована. Я только единственное, что хочу сказать, что информация, которую я вам дам сейчас, она вся уже известна пятикурсникам нашей кафедры, кафедры небесной механики, астрометрии, гриуметрии. То есть, всю эту информацию, которую я вам сейчас дам, она вся уже доложена в моем спецкурсе. Я читаю на кафедре небесной механики, астрометрии, гриуметрии спецкурс, который называется «Практическая небесная механика». И многие сведения, которые я вам сегодня дам, они являются частью этого спецкурса «Практическая небесная механика». Итак, самый главный вопрос, который все должны себе задавать, начиная чего-то делать, это «А зачем это надо?» Вот вы сюда пришли, вы должны точно знать, зачем вам это надо. Если не знаете, то лучше и не приходите. Зачем это надо? Зачем нужно изучать Солнечную систему? Ну, во-первых, удовлетворение нашего любопытства. Мы все любопытные, нам всем что-то интересно, как и что творится, поэтому нам нужно удовлетворять это любопытство. Почему оно у нас заложено, мы не знаем. Дальше. Расширение среды обитания человека. Для этого нужно изучать Солнечную систему, потому что мы все-таки надеемся, что преодолеем проблему, связанную с радиацией Солнечной системы. И эта проблема будет преодолена, я надеюсь. И мы сможем путешествовать, люди смогут путешествовать по всей Солнечной системе, расширяя тем самым свою среду обитания. А еще третья цель – это защита от опасности со стороны Солнечной системы. Какая опасность? Это падающие с неба небесные тела. На материк, североамериканский материк такой грохнулся однажды, что такой 200 километров в диаметре кратера образовался. Представляете, что тогда это грохло? Но давно-давно еще, не знаю, были тогда люди или нет. По крайней мере, ответы на вопрос, зачем это надо, зачем изучать Солнечную систему, вот они здесь резюмированы. Классическая небесная механика. Вы знаете, есть в одной книжке, для любителей предназначена, есть такая фраза, совершенно неправильная фраза, что небесная механика делится на две части. Это современная астрономия, это астрофизика. И классическая астрономия, это небесная механика. Это совершенно неправильно, потому что существует современная небесная механика, которая очень даже нужна. Но классическая небесная механика тоже была и занимались двумя проблемами. Это решение задач трех тел и устойчивость Солнечной системы. Интересовало Лагранжа, Лапласа, Пуассона. Так вот, задача трех тел не решается, оказывается. Не найдено решение. Устойчивость Солнечной системы, Лагранж, Лаплас, Пуассон трудились, трудились, но так и ничего толкового и не получили. То есть, эта задача не решена. Спрашивается, зачем нужна была классическая небесная механика, вопрос зачем. А вот так вот получилось. Что ж такое, мне не управляется это вот так. Значит, современная небесная механика. Расширение среды обитания успешно решается. Наши посланники и космические аппараты снуют по всей Солнечной системе, аж до Нептуна добрались. Защита от опасности со стороны Солнечной системы решается с помощью современной небесной механики. Вот она, пожалуйста. Задача небесной механики. Современная небесная механика задача решается. Особенности методов небесной механики. Другие разделы астрономии. Это увидеть и объяснить. Вот у нас есть люди, которые очень любят объяснять. Вот на небе что-то случилось, надо скорее объяснить. А то кто-то придет и скажет, ну ничего себе, ученые работают, работают. А что происходит на небе, никак не могут объяснить. Это же их работа. Они должны все объяснять. Вот другие разделы астрономии увидели и объяснили. Галактика вот такую форму имеет. Почему имеет? Надо объяснить. Вот объясняют. Небесная механика занимается в несколько другом наклонении. Увидеть невидимое и приспособить для жизни и для людей. То есть приспособить надо это все, что мы видим. Где лежат методы небесной механики? Они лежат в методах небесной механики. Где? В учебниках, в научных статьях и в вычислительных программах в компьютерах. Прежде чем мы будем изучать Солнечную систему, мы должны знать, из чего она состоит. Ну, конечно же, из Солнца. Ну, кстати, вы знаете, что Солнце оказывается сплёснуто. Ну, очень мало. Я сейчас не буду вам приводить эту цифру, все равно не запомните. Значит, она сплёснута. А раз она сплёснута, значит, у неё есть ось симметрии. И эта ось имеет направление. И что интересно, что это направление оси вращения Солнца, оси симметрии Солнца, почти перпендикулярно плоскости эклиптики. Ну, так случайно совпало, Солнце так завращалось. Планеты есть, 8 штук больших планет. Ну, я думаю, что вы сможете их перечислить. Там Меркурий, Венера, Земля, Марс и так далее. Луна есть. Ещё есть спутники планет. Их 225 штук на настоящий момент известны. Открывают всё время новые и новые спутники. Малые планеты. Их посмотрите сколько. На 31 января я вывел эти данные. Посмотрите, сколько. Вот с точностью до одного атероида известно. Сколько их известно. Кометы. 4650 известны. Искусственные спутники Земли. Значит, есть там такой тип, такой тип. Здесь перечислена их высота. Ну, зачем они нужны? Их название говорит. Геодинамические, навигационные. Вот. Значит, размеры Солнца, планет и их орбит. Солнце. Вас кто-нибудь спросит, знакомый. Слушай, а какой размер имеет Солнце? Вы должны уметь точно ответить. Так вот, радиус Солнца 700 тысяч километров. А радиус самой большой планеты, Юпитера, 70 тысяч. Легко запомнить. 700 тысяч и 70 тысяч. Ну, остальные планеты имеют вот такой размер, как здесь табличке приведено. И орбиты. Видите, в Меркурии самая маленькая орбита мерится в астрономических единицах. А в астрономических единицах, знаете, сколько? До Солнца расстояние в километрах. Знаете? 150 миллионов километров. Да, Солнце. А до Луны сколько? 380 тысяч. Ну вот, уже студенты нашей кафедры уже это выучили. Я их на экзамене это спрашивал. Ну вот. Ну вот здесь вот астероиды-кометы. Они делятся на разные типы. Вот какие-то там кентавры, транснептунные, троянцы. И вот здесь приводится их расстояние от Солнца, количество и радиус. Но количество здесь немножко устарело, несоответственно с тем количеством, которое я дал общее число. Теперь спутники – самые интересные небесные тела. Почему я поясню, почему спутники – самые интересные небесные тела Солнечной системы? Во-первых, спутники, их можно наблюдать. И к ним можно летать, и на них садиться. Вы знаете, что сесть на спутник гораздо проще, чем на саму планету. Ну и Питере тяжесть в 2,5 раза больше, чем на Земле. А на спутнике 10 раз меньше, чем на Земле. Представляете? Легко на спутник сел, и от него быстренько оторвался, и вернулся быстренько на Землю. Вот здесь приводится количество спутников и их классификация. Всего их известно 225 штук на настоящее время. А какие силы действуют в Солнечной системе? Превалируют силы гравитационной природы. Другие тоже есть силы, есть релятивистские всякие эффекты. Есть негравитационные эффекты – это сопротивление атмосферы, это световое давление. И самый интересный негравитационный эффект – это вязко-упругое сопротивление тел деформациям. Значит, небесные механики классифицируют тело так. Недеформируемые, то есть сколько гравитационное поле на них не действует, то они никак не сжимаются, не расширяются. А есть деформируемые, но упругие. То есть чуть его сжали, отпустили усилие, он тоже принял свою форму. А есть вязко-упругие, которые сжал его, отпустил, оно медленно-медленно-медленно-медленно приходит в своё состояние. Вот вязко-упругие есть тела. Значит, небесные механики не решают уравнение общей теории относительности. Придумали такой приёмчик хитрый, значит, небесные механики, себя для упрощения. Они придумали некоторую фиктивную силу. Этой силы на самом деле нету, но её придумали. И описывают разность механики релятивистской и ньютоновой механики действием вот этой силы. Значит, используют ньютоновское приближение, а релятивистские эффекты учитывают в форме возмущающей функции. И тогда что получается? Придумали эту силу, придумали соответствующую возмущающую функцию, и классические методы, которые ещё Лагранш придумал, классический метод небесной механики, применяют. И всё получается, отлично получается. Но вообще говоря, большинство задач небесной механики решаются на основе ньютоновской модели притяжения. Этого точности оказывается достаточно. Метод, вы слышали, наверное, есть аналитические методы и методы численные методы. Но это не точное название. На самом деле, это не численные методы, потому что, например, метод наименьших квадратов тоже численный, а он никакого отношения не имеет. Значит, вопрос такой ставится. Каким методом решается уравнение движения? Уравнение движения вы, наверное, видели, уже к пятому курсу вы их видели, как они записываются уравнение движения. Как мы их решаем? Если мы их решаем методами численного интегрирования, то это называется численная теория. Если решается аналитическими методами уравнения движения, то называется аналитическая теория. И та, и другая имеют свои достоинства и недостатки. Сейчас не буду особенно подробно на этом заострять. Методы численного интегрирования загружают непомерные задачи даже современные суперкомпьютеры. Вы знаете, был случай лет 10 назад. Приходит директор, тогда был Анатолий Михайлович Черепощук, и говорит, у нас в университете поставили суперкомпьютер, он недогружен. Ну-ка давайте-ка, небесные механики, быстренько загрузите суперкомпьютер МГУшный. А мы говорим, а вы знаете, а у нас все не так устроено в небесной механике. У нас чем меньше машинного времени требует задачи, тем она лучше поставлена. Если задача требует много машинного времени, иначе задача плохо поставлена. Надо ее по-другому поставить. А Анатолий Михайлович думал, что вот небесные механики, самые главные потребители машинного времени. Нет. Основные задачи динамики Солнечной системы. Во все времена геодезия и навигация. Смотрите, совершенно земные задачи решаются методами небесной механики. Геодезия и навигация. Институт был 200 с лишним лет назад, в 1795 году, в столице небесной механики, в Париже, был создан институт, который, как назывался, бюро долгот. Причем тут долготы? А это тогда республика была создана, очередная, во Франции. И эти руководители из республики говорят, нам надо землемерение делать. Надо же, Франция объединила, помещики все объединились в страну Франция. Нужно землемерение сделать хорошо. А для этого нужно что? Долготы считать. Ну, широту далеко там встал, с секстантом высоту солнца померил, и все, в полдень. Вот вам и широта. А вот долгота тут потяжелее, нужна небесная механика. И вот собрали вот этих вот людей, которые здесь перечислены, Лагранж, Лаплас, Мультисран, тогда еще только родился. Значит, в основном Лагранж, Лаплас и Панкаре. Их собрали, и говорят, слушайте, вот вы умные люди, ну-ка давайте-ка нам землемерение сделайте во Франции хорошо. Долготы вычисляйте. А как их вычислять? Надо небесные тела изучать. И так возникла небесная механика со своей практической потребностью. Вот это институт. Слева здание этого института, но справа, значит, это Эйфелева башня. И вот посмотрите. На Эйфелеву башне, вот примерно вот в этом месте, имена ученых. Там хоть один астрофизик есть? На Эйфелеву башню. Ни одного астрофизика. А почему? А потому что, когда Эйфелеву башню строили, астрофизики еще не было. Эта молодая наука возникла в начале 20 века. И когда Эйфелеву башню строили, астрофизики еще не существовало. Поэтому здесь ни одного астрофизика. Посмотрите, Лагранш, Лаплас, там другие еще небесные механики. Основные задачи небесной механики геодинамика и навигация. Новая задача возникла во второй половине 20 века. Межпланетная навигация. Полетели наши аппараты, и нужно точно знать, куда лететь. Главная проблема в недостаточно хорошем знании движения планет. Спутниковые астероиды других малых тел. Солнечной системы. Чтобы поменьше тратить горючего, нужно поточнее туда попасть. Задача совпала с вечной проблемой человечества изучения среды обитания. Вот вы, родители, купили дачу. Что вы делаете в первую очередь? Вы смотрите, ага, там лесок, а есть ли там грибы? Поэтому мы живем в Солнечной системе, мы должны полететь на Луну, на Марс и посмотреть, а чего там есть хорошенького. Поэтому, значит, нужно изучать нашу среду обитания. Изучение строения и динамики Солнечной системы является важной частью астрономии. Изучение строения и динамики Солнечной системы изучается методами небесной механики на основе астрометрических наблюдений. Лет 15 назад пришел один деятель и говорит, слушайте, я изобрел новую теорию гравитации. Я говорю, как она у вас с наблюдениями совпадает? А я говорю, не знаю. Как не узнаете? Должно совпадать с наблюдениями. Если плохо совпадает с наблюдениями, значит, ваша плохая теория. Как плохая? Она же говорит, новую, я же новую теорию гравитации придумал. Поэтому, значит, у нас новая теория источником информации о движении тел в Солнечной системе не может служить никакая теория. Какую вы теорию не придумаете, она не может служить источником информации о небесных телах, которые там где-то летают. Только наблюдения могут служить источником информации. Вот, например, смотрите, зачем нам нужны высокоточные эфемериды небесных тел? Полетел туда и опоздал. Типичная ситуация. Почему опоздал? А потому, что не точно мы рассчитали положение какого-то там спутника. Нужно как можно точно рассчитывать. Это основная задача. И вот сила тяжести, видите, на Юпитере в 2,5 раза больше, чем на Земле, а вот на спутнике 0,18 всего от земного притяжения. Поэтому спутники очень полезные вещи. Как спутники открывали? Посмотрите, эта кривая показывает количество. Галилей в 1610 году открыл первые четыре спутника у Юпитера. Их так и назвали и до сих пор называют Галилеевы спутники. Галилей их открыл. Четыре штуки вокруг Юпитера. Потом немножко медленно открывали новые и новые спутники, а вот на грани веков резко возросло количество открытых спутников. Как вы думаете, почему? Никто не пытался открывать спутники. Кому они нужны? У нас в галактике всякие релятивистские теории, а спутники кому они нужны? А искали, знаете, что? Построили новые мощные телескопы, 5-метровый, 8-метровый телескоп в горах поставили. Что искали? Искали тела, которые представляют опасность для жизни на Земле. Астероиды, сближающиеся с Землей. И вот нашли там что-то движется относительно звезд. Орбиту быстренько определяет гелиоцентрическую астероида, который может быть опасен. А ничего не получается. Не определяется орбита. А попробовали орбиту спутника Юпитера? Получилось. Оказывается, это не астероид был, а спутник Юпитер. Вот так вот в поисках астероидов открывали новые спутники. Поэтому на грани веков, когда возникли мощные телескопы, построили 8-метровые, резко увеличилось количество открытых спутников. Вот смотрите, размеры. Оказывается, гелиоцентр спутник Ганимед, он больше Луны, а карликовая планета Плутон меньше Луны. Вот такое, видите, соотношение размеров. Есть очень маленькие камешки летают диаметром 2 километра. Их видно, их открывают такие тела. Есть, наверное, меньшие размеры, но еще пока не открыты, потому что очень маленькие. Здесь количество приведено, я уже говорил. астероидов комет и карликовых планет более миллиона 400. Спутников астероидов. Кстати, очень интересные тела спутники астероидов. Астероидов, смотрите, полтора миллиона почти известно. А спутников астероидов известно около 500 штук. их все время открывают и открываются новые спутники астероидов. Там в год их штук 20 новых открывают. В этом 500 это относится, наверное, устарела уже цифра. Но про большинство из этих спутников известно только, что они есть. Я подписан, как вы подписываетесь в социальных сетях, я подписан на телеграмму, которая приходит в Международный Центр Малых Планет. Телеграмма. Следующее содержание. Такой-то ученый на таком-то телескопе открыл, что такой-то астероид является двойным. Точка. А мне чего толку от этого? Астероид является двойным, то есть имеет спутник. Мне от этого никакого толку. Почему? Потому что это никакой информации нет. Ну есть спутники, есть. Все думают, ну как спутник же есть, как это важно. астероида спутника открыть. На самом деле для небесной механики это ничего не дает. А вот если мы определили несколько положений на орбите этого спутника, вот тогда начинается польза. Почему? Потому что зная орбиту вы можете определить массу, суммарную массу спутника и астероида. А масса это уже информация. Потому что оказывается, что это единственный способ определить массу астероида. Я тут докладывал, вот, что это единственный способ. А мне там один человек сидит из института космических исследований и говорит, Николай Юрьевич, это не единственный способ. А какой еще? А говорит, космические аппараты прилетали мимо астероидов и по отклонению космического аппарата определяли массу астероида. Астероид притягивает космический аппарат, а координаты космического аппарата с помощью РСДБ очень точно определяются. Вот. Я говорю, а сколько стоит ваш этот проект космический? Ой, говорит, очень дорого. Я говорю, ну вот, значит, это очень дорогое удовольствие определять массу астероидов по движению космических аппаратов. А спутники, они там бесплатно летают, пожалуйста, наблюдай. Поэтому, ну, что интересно, печаль в том, состоит, что спутники с известными орбитами всего из 500 всего 66 спутников известной орбиты. И для 66 спутников мы можем определить массы. Ну, уже что-то. А почему так мало? А потому, что, посмотрите, вот конец этого слайда, значит, видимое разделение спутника астероидов меньше одной секунды дуги. Кто с наблюдениями имеет дело, знает, знает, что такое одна секунда дуги. Это очень маленькое расстояние. И на телескопе получить разрешение, получить отдельное изображение спутника и астероида. Вот смотрите, как они видны. Эти астероиды. Но это самое лучшее изображение, которое получено. На самом деле, вот так вот, такое разрешение получается довольно редко. Поэтому очень трудно наблюдать спутники и астероидов. И поэтому, посмотрите, известно, что спутник около 500, орбиты определены только для 66 спутников. Ну, еще они, конечно, эти астероиды со спутниками очень маленькой звездной величины, там вот 11 звездная величина. естественные спутники больших и малых планет. Какой от них толк? То есть, опять-таки, ответ на тот вопрос, зачем это надо? Звезды на небе светят, зачем это надо? Они дают какую-то пользу? Никакой. А вот планеты летают по небу. Они потому и называются планеты, что блуждают по небу. От них есть толк. Какой толк? Вы знаете, у каждого, наверное, в кармане есть, в портфеле есть смартфон. Так вот, никакой смартфон не сделаешь из так называемых редкоземельных металлов. А где они есть? Они есть на земле, но только очень глубоко не докопаешься до них. Вот китайцам помогло у них эти редкоземельные металлы близко к поверхности. Поэтому они там их добывают и всему миру продают эти редкоземельные металлы. Так они есть, оказывается, и на астероидах, и на Луне эти редкоземельные металлы. Вот есть то, а слетать и оттуда привезти. Поэтому толк есть от спутников. И к ним можно летать. Летали аппараты американские Voyager, новые горизонты к Нептуну летали. Это наиболее удобные объекты для посадки. И они несут информацию об эволюции Солнечной системы. Но это сложное дело, не буду рассказывать. Со спутника легче наблюдать всю планету. Сидишь на спутнике, смотришь, какие там эти инопланетяне бегают. Я уже эту фразу произнес. Никакие идеи или теории не могут быть источником знаний. Это только методы. А источником всех знаний о Солнечной системе является наблюдение. Ну, кстати, не только о Солнечной системе. Источником знания о галактиках тоже наблюдение. Смотрите. В 19 веке куда глядели астрономы? В телескопы, естественно. А в 20 веке астрономы куда глядели? Вы думаете, в телескопы? Нет. Они глядели в микроскопы. Пластинку сняли проявитель, закрепитель, высушили и скорее под микроскоп измеряют координаты. В чем координаты небесных тел измеряли в 20 веке? В миллиметрах. Думаете, там секунды дуги? Нет. Потом переводили, конечно, секунды дуги. Но сначала определяли в миллиметрах. А сейчас куда глядят астрономы? Естественно, в смартфоны, в компьютеры. И там координаты небесных в чем меряются сейчас? В пикселах. Очень просто. Вот видите, вы думаете, что это я наблюдаю и ничего подобного. Это 2002 год я на французской обсерватории возился с телескопом. Это я готовлюсь к наблюдениям. Вот справа знаете, что такое? Но кто имел дело с наблюдениями, знает этот процесс. это заливка азота в этот фотоприемник. Вот я справа там у меня дюардер с этим азотом жидким. Вот я его заливаю. А вот слева это я смотрю в телескоп. Вы знаете, у меня даже купол не открыт. А вот это вот наблюдение. Где этот телескоп? Не знаю. Я приехал на эту французскую обсерваторию, три дня наблюдал, потом говорю, слушайте, ну покажите же мне наконец-таки телескоп, на котором я уже трянущий наблюдаю. Ну показали мне этот телескоп. Вот так вот определяются координаты либо под микроскопом на фотопластинке, либо есть специальные компьютерные программы, которые измеряют положение остеоидов относительно звезд. Ну еще есть другие типы измерений. Это радиолокация Луны, Венеры, искусственные спутники Земли. Там хитрая система радиолокации, но делается. И вот радиоинтерферометрия со среди длинной базой. Вот видите, как разность времени прихода радиосигнала от какого-то может быть даже внегалактического радиоисточника. И вот эта разность определяется с очень высокой точностью. Вы знаете, когда я узнал с какой точностью вот эта разность определяется, меня просто совершенно потрясло. Такова радиотехника она позволяет это. И вот зная разность времени прихода радиосигнала в две разные точки на Земле, мы имеем возможность очень точно определить положение этого небесного тела. Есть еще очень хитрые наблюдения. Фотометрические наблюдения. Вот посмотрите, здесь позиционные наблюдения. Здесь наблюдения доплеровские. Вот доплеровские сдвиг частоты радиосигнала. А есть наблюдения фотометрические. Спрашивается, а как фотометрия может повлиять на положение небесности? А очень просто, вот смотрите, как. Значит, у нас один спутник заслоняет другой. То было два диска, а части диска нету. Поэтому образовался спад яркости. И вот если этот спад измерять, то можно определить с высокой точностью взаимное положение спутника. А это уже позиционная информация. Итак, значит, что мы делаем? Вот небесные механики чем занимаются? Создают модель движения. Где эта модель сидит у нас? Она сидит сначала в научных статьях, в учебниках, потом она в компьютере сидит. В компьютере сидит модель движения. Как она устроена? Такая штуковина, куда момент измерения туда затолкал, выпадает оттуда координата небесного тела. Момент наблюдения затолкал, оттуда сразу раз выпадает измеряемая величина. Именно модель движения концентрирует наше все знание, потому что когда мы строили модель движения, мы туда затолкали все наши знания, умение вычислять, там, этот питон, си и так далее, языки, все эти наши знания все там внутри сидят. Модель движения сидит в компьютере. Именно модель движения концентрирует все наши знания о динамике небесного тела, включая все имеющиеся наблюдения. Кому нужна модель, которая не отражает реальное движение небесного тела? Такая модель никому не нужна, поэтому у нас основная задача стоит обеспечить максимальную близость модели к действительности. А чем нам действительность представлена? Наблюдениями. А потом, когда модель есть, пожалуйста, она у меня в компьютере пользуется на здоровье, решая разные задачи, научные и практические. Другой альтернативы нет, мы вынуждены так поступать. Мы строим модель движения, приближаем ее максимально к реальности, а потом пользуемся, вот и все. всех делов. Вот так существует. Смотрите, у нас результаты наблюдений и результаты, которые дает модель, отличаются, так называемым О-С, мы все знаем, что это такое. Если О-С, некоторые методы дают нам ошибку этой О-С. И вот если О-С равняется 5, плюс-минус 1. Полезная информация. Мы эту информацию берем и, значит, ее используем. А если, например, у нас О-С равно 1 плюс-минус 5. Ну что? 1 плюс-минус 5, ничего себе величина, но она никому такая величина не нужна, поэтому ничего не делаем и идем пить чай. Вот. Но если О-С существенная, больше, чем ее погрешности, мы начинаем уточнять. Что мы уточняем? Параметры движения сначала. То есть начальные условия. Уточняю, уточняем. Иногда уточняют, уточняют параметры движения, а у минус-С все не уменьшается никак. Чего делать? А тогда начинают физические параметры уточнять, массы планет, например, начинают уточнять. Вот Ливерье так делал-делал-делал-делал, и у него ничего не получилось. Это в середине 19 века Ливерье трудился, трудился, француз такой был. Он уточнял, уточнял, и массу уточнил, уже все уточнил, а никак не получается у него совпадение того, что выпадает из модели и результаты наблюдения. И тогда он, знаете, что попробовал Ливерье? Он попробовал добавить еще одно неизвестное тело. Тогда еще Нептуна, никто не знал, что Нептун есть на свете. Он изучал движение Урана. И вот для Урана у него не получалось от этого минус С. Все большое да большое. И тогда он добавил еще неизвестную планету. Это потом ее назвали Нептуном, еще спутником у нее открыли, большой такой здоровенный тритон назвали его. Это было 1846 году. Вот так вот Ливерье, как любят говорить о открыл на кончике пера открыл планету. На самом деле не на кончике пера, а на своих фотопластинках, которые тогда еще вообще не было фотопластинок. Как наблюдали, я не буду рассказывать. Долгая история. В чем особенность наблюдений для небесной механики? Для астрофизики. Поехал астрофизик на обсерваторию, наблюдал какую-то галактику, приехал с этим изображением галактик и диссертацию защитил. Все. У них местных механиков такое не пойдет. Вот посмотрите, мы долгота в орбите, имеем наблюдение, они, как говорят, с шумом снабжены. И поэтому из-за этого шума у нас эфемеридное положение, чтобы мы не опоздали, вот такое большое, поэтому мы можем опоздать на наш спутник, он уже пролетел. Поэтому ошибка эфемерид вот такая большая. Что делать? Ну, прежде чего, что делать? Мы побежали к этим самым телескопостроителям. Ну, сделайте-ка нам телескоп получше, помощнее, чтобы он больше разрешения имел, точность имел получше. А эти говорят, а мы не можем, вот у нас предел все больше. Тогда что решили небесомеханики? А ничего не надо делать, мы с этими же самыми наблюдениями будем просто жить, продолжать наблюдать и посмотрите, как у нас ошибка эфемеридного положения была такая, стала такая. Почему? А мы с той же самой точностью продолжаем наблюдать, и у нас ошибка эфемерид уменьшилась. Вот здесь вот формула приведена. Но можно все-таки пытаться уточнить, телескопы-строители, они же работают, вот, и все, новые-новые нам телескопы, поэтому, посмотрите, можно точность наблюдений улучшить. Если мы улучшаем точность наблюдений, то мы смотрим, ага, тут что-то есть, какая-то синусоида вырисовывается. А если еще поточнее, то вот мы точно определили эти синусоида, значит, это какое-то еще небесное тело, которое мы не знаем, влияет на движение своей синусоида. А вот смотрите, что можно делать. Вот у нас интервал времени, это кусочек вот от этого отсюда взялся. Если интервал времени маленький, то что из этого? Никакой информации нет. А вот если мы расширим интервал наблюдений назад и вперед, спрашиваем, а как же мы назад интервал времени? Ну, вперед понятно, живем-живем, продолжаем наблюдать, а вот назад как? Не буду тратить время на это. Есть способ, как назад интервал времени расширить. Вот студенты нашей кафедры знают, как расширить интервал наблюдений назад. Вот если мы расширили интервал наблюдений, смотрим, ага, какая-то парабола. Это уже что-то тут есть. Кстати, парабола в долготе возникает только из-за негравитационных эффектов. Никакой гравитационный эффект не может вызвать параболу О-С. в долготе. Только негравитационные эффекты. Значит, там есть какая-то либо вязкость, либо, скорее всего, либо торможение среды может вызвать эту параболу. Специальные задачи небесной механики. Координатно-временное обеспечение наземных и космических миграционных служб. Модели движения Луны и планет, модель вращения Земли служит основой для координата временного обеспечения навигационных служб и некоторых производственных процессов. Производственные процессы, знаете, крылатые ракеты летают, которые там бомбят. До изобретения атомных часов небесная механика обеспечивала единственный надежный способ отсчета времени. Это сейчас там атомные часы, сидят у нас гаеши, тоже есть атомные часы. У вас у каждого на руке наверняка есть кварцевые часы, которые отсчитывают время. А раньше не было ни атомных, ни кварцевых часов, и подвижение небесных тел небесная механика обеспечивала отсчет времени. связь шкал небесных времени зависит от расположения тела в солнечной системе. Но это не так важно. Кстати, у вас смартфоны есть, вы думаете, что ваш смартфон определяет положение смартфона относительно светофора? Нет. Определяется прежде всего положение вашего смартфона относительно спутников, которые наверху там летают. Со спутника идет радио сигнал, ваш смартфон определяет доплеровские сдвиг частоты, и таким образом определяет координаты себя смартфона определяет относительно спутников. А зачем нам относительно спутников? Потому что надо относительно светофора координаты определить. А дело в том, что этот спутник помимо этого доплеровского сигнала еще шлет свои собственные координаты. где они там берутся на борту ну это есть специальные службы туда на борт засылают координаты спутника они там вычисляются и спутник то есть один канал это добрыжевский сигнал идет, измеряется вашим смартфоном а еще и другой канал, который принимает ваши спутники то есть ваш смартфон, это координаты спутников принимаются там на самом деле несколько каналов вот так вот устроено, посмотрите но используется опять-таки то самое, что я много раз повторил это модель движения она делается на основе наблюдений выполненных с опорных пунктов уточняются параметры гравитационного поля земли координаты опорных пунктов параметры вращения земли параметры прилива все они уточняются и все это заталкивается в эту модель а потом модель используется посмотрите, координаты СССР и ваш смартфон поэтому не думайте, что ваш смартфон определяет координаты относительно светофора нет, он определяет относительно спутников которые там идут наверху у нас в каждый момент над нами прилетает три или больше этих навигационных спутников Голонас там или ГПС но еще есть интересная задача это связь как вы думаете, как геология связана с небесной механикой а вот интересная вещь вот эти 23 градуса которые вы знаете что такое 23 градуса? наклоны к квадроэкалиптики он оказывается остается постоянным миллионы лет и все 23 градуса вот француз такой есть Жак Ласкар он решил знаете, что сделать? он промоделировал движение тел Солнечной системы и вращение Земли промоделировал с присутствием Луны и без Луны с присутствием Луны вот получилось то, что есть а без Луны знаете, что получилось? наклоны к квадроэкалиптики по полу сначала до 52 градуса потом до 12 потом снова и начал так вот колебаться то есть стабильность вот этого наклона к квадроэкалиптики у нас обеспечена Луной а может быть и жизнь тоже обеспечена этим наклоном то есть жизнь ну здесь вот такое слово инсуляция понимает, что такое это условия освещенности вот и вот интересное произошло дело значит я один раз решил узнать как двигалось как изменялся наклоны к квадроэкалиптики в прошлом может быть, я сказал, не право может быть, там не 23 градуса вот а оказывается, это зависит от сжатия Земли от сжатия Земли так, я извиняюсь перед студентами нашей кафедры которые это уже все выслушали даже не один раз ну вот для остальных я это докладываю так вот, значит, что получилось значит, мне нужно было сжатие для того, чтобы посмотреть как вращалась Земля в прошлом куда я пошел? геологом пошел вот говорю, слушайте, как у вас это самое сжатие Земли менялось а мне геологи говорят ха, так это ж вы должны небесной механики нам сказать, как менялось а не мы геологи потому что копались в недрах Земли и пытались определить сжатие Земли в прошлом вот таким образом геология оказалась связана с небесной механикой то есть для геологии нужно сжатие, а для сжатия нужна геология вот такая так, но это не относится к нам вот спрашивается что же мы добыли в результате наших наблюдений на сегодняшний день вот смотрите уникальный случай значит по стереометрическим наблюдениям других спутников с учетом то есть один спутник притягивает другие спутники по наблюдениям этих других спутников можно определить массу спутников это еще один способ и вот оказалось что масса гемалии равна вот тому числу которое это еще в 2005 году я получил посмотрите масса в километрах кубина секунду в квадрате я на ученом совете докладывал это мне ламзин Сергей Анатольевич говорит слушай что это такое какая-то единица измерения у тебя масса странная километра кубина мы же все знаем вот в магазин пошел там купил полкило чего-то в килограммах же меряется масса в тоннах там а ты какие-то там километры кубина секунду в квадрате дело в том что в небесной механике вы нигде массу отдельно не найдете масса всегда умножена на наградационную постоянную а вот эта комбинация масса наградационная постоянная вот на таких единицах измеряется в движении небесных тел есть загадки мы все любим решать загадки там мне внук приходит и говорит девушка я тебе загадку загадаю все любят загадки в солнечной системе тоже есть загадки и вот я о двух таких загадках расскажу которые очень таки остались и в моей памяти и в публикациях значит спутник Юпитера точнее спутница потому что этот спутник имеет имя Ио а Ио это женское имя оказывается самый близкий из галилеевых спутников Юпитер имеет период обращения где-то около несколько часов десятки часов а Ио вращается вокруг Юпитера полутора суток в период поэтому Юпитер быстрее вращается а спутник образует своим притяжением приливы а раз Юпитер вращается быстрее то эти приливы начинают подгонять спутник спутник приобретает энергию и спутник должен удаляться так же как у Луна у нас удаляется от приливов в теле Земли так и спутник Юпитера и он должен удаляться от Юпитера а когда посмотрели на наблюдение оказалось что он не удаляется а падает на Юпитер ну и загадка значит все стали думать в чем дело и вот нашлись деятели которые придумали дело в том что внутри самого спутника тоже приливы возникают спутник он тоже такой вязкоупругий и приливы внутри спутника а почему они возникают а потому что кстати знаете вы как ориентированы эти самые небесные тела друг по отношению к другу ну Луна вы видели как ориентирована все время на нас одной стороной смотрит а вот Земля нет Земля период вращения Луны сколько? примерно 27 суток а период вращения Земли кстати я спрашиваю какой какова иногда студентам спрашивают какова угловая скорость вращения Земли задумываются угловая скорость так это значит там радианы или градусы в секунды начинают переводить в секунду в сутки ничего подобного все очень гораздо проще мы же на Земле живем в сутки солнце зашло село зашло село период вращения Земли примерно равен сутки все очень просто а тут студенты думают ага там какие-то секунды вот все все гораздо сложно вот так вот значит оказывается что внутри спутника тоже приливы эти приливы энергию поглощают какую а энергию механического движения спутника и оказалось что спутник Ио теряет из-за прилива внутри себя гораздо больше механической энергии чем Юпитер его подгоняет до этого механической энергии гораздо больше и поэтому спутник Ио падает на Юпитер потому что он теряет свою механическую энергию вот так вот загадка была орбитальная угловая скорость уменьшена но она увеличится вот это загадка Ещё одна загадка. Спутник Прометей был открыт в 90-м году космическим аппаратом Voyager 1 и был виден с Земли. Прометей движется вокруг Сатурна по краю кольца. И студенты наши каферы делают практику. Когда кольцо исчезает, оно ребром становится. А когда оно такое тоненькое, что когда становится ребром, то ничего не видно, кроме спутников. Спутники-то большие, а кольцо тоненькое совсем. Ну там раз в 14 лет кольцо становится ребром, и спутники начинают видны. И вот раз в 14 лет определяли координаты Прометея. Определили координаты Прометея, а потом в 14 лет его никто не видел. Он там себе летал вокруг Юпитера, Прометей, спутник. А через 14 лет снова кольцо ребром, и снова виден спутник. А спутник, оказывается, вдоль орбиты опоздал. Вот такое опоздание Прометея. Ну там на 20 градусов он вдоль орбиты опоздал. Но все-таки существенно. Стали думать, почему он опоздал. Вы знаете, куча публикаций, куча гипотез. Гипотеза такая, так гипотеза такая, почему Прометей опоздал. Ну там самая интересная гипотеза, которая выдержала всю критику, это то, что есть сорбитальный спутник. Но сейчас не буду в эти подробности взляться на сорбитальные спутники. То есть оказывается, на этой же орбите есть спутник по другую сторону Юпитера. Скажут, ничего себе, он же по другую сторону Юпитера, как он влияет? Оказывается, небесная механика говорит, что спутник, который по другую сторону Юпитера, влияет на движение этого Прометея. Из-за этого Прометей опоздал. Оказывается, что расстояние вот так вот вдоль орбиты между этим спутником другим сорбитальным меняется периодически, с большим периодом в несколько тысяч суток. И вот как раз Прометей, когда он наблюдался, то наблюдался как раз такие периоды, когда угловое расстояние относительно Юпитера этого сорбитального спутника вместе с Прометеем было больше или меньше. Так что получилось, что вроде бы как Прометей опоздал. На самом деле все нормально. Ну и еще вот, так называемые взаимные покрытия. Посмотрите, несколько спутников вокруг Юпитера, Галилеич целых четыре штуки открыл. И такой блин из орбит. Мне жалко студентов пятого курса нашей Каферы, что они здесь сидят уже слушают это в пятый раз, наверное, от меня. Вы уж извините, так получилось. Так вот, значит, этот блин из орбит. И когда этот блин из орбит, ты посмотри, что происходит. У нас изображение одного спутника находит на изображение другого. Вот здесь светят оба диска, а вот сейчас часть диска не светит. У нас, естественно, падает общая яркость, и это дает позиционную информацию. Но я уже об этом говорил. Дело в том, что это явление, вот это вот явление, происходит примерно, длится примерно 15 минут. И мы можем вычислять эфемериды этого явления, можем заранее вычислить. Вот в какой-то момент, в 3 часа ночи, 15 минут, 45 секунд начнется это явление. И, пожалуйста, наблюдатели, идите делайте фотометрии этих спутников. Мы потом определим положение их. Наблюдатели пили чай и опоздали. Выходит телескоп, а явление-то уже закончилось. Почему? Потому что они привыкли, что звезды-то всегда светят, но они звезды всегда наблюдали. Поэтому звезды, что сейчас пронублялся полчаса, позже пронублялся, все равно звезда светит. А спутник, вот это явление было и прошло. И опоздали. Но еще бывает, смотрите, один спутник отбрасывает тень на другой. Это тоже изменяет суммальную яркость. И поэтому, вот, видите, прохождение спутника ИО через тень от спутника Европы, вот такого-то числа, и наблюдалось в Пулково. Построили кривую блеск, и по ней мы определили взаимное. Смотрите, длительность явления 5-20 минут. Происходит от 1 до 10 явлений в неделю. Мало. В неделе 7 дней. Значит, примерно там по одному явлению в день. В ночь, вернее. Наблюдается, и по одному явлению оно длится короткое время, и поэтому наблюдается только на тех обсерваториях, которые видят Юпитер в этот момент. А другие обсерватории Юпитер не видят. Поэтому нужно, во-первых, эфемериды посчитать, а во-вторых, только часть обсерватории наблюдают это явление. А нам же нужно как можно больше наблюдений. И поэтому приходится организовывать так называемые международные кампании наблюдений. То есть, институт столицы небесной механики в Париже, институт небесной механики, он объявляет на весь мир. Объявляется кампания наблюдений спутников Юпитера фотометрических. И все там бегут с телескопом, начинают их налаживать, тренироваться делать фотометры и так далее. Какие новые данные получились по движению тела в Солнечном Системе? Создана точная модель движения больших планет. Закаталогизированы все наблюдения, все наблюдавшиеся в системе тела, их более чем 1,4 млн штук, астероиды из спутники планет, и сделаны прогнозы их движения. То есть, спрогнозированы, когда астероид упадет там вам на голову. Все это должно спрогнозировано, можете посмотреть. Определены параметры, вот самые интересные параметры вязкости больших планет. Определены. Что такое вязкость? Из чего сделано, из пластилина или из пружин планета? Вот это все определено. Открыто свойство вязкости тел нескольких спутников. То есть, думали, что они такие нежимаемые, оказывается, они нежимаемые, да еще и вязкие. Создан каталог тел опасно-заближающихся Землей. Но это я уже сказал. На период более 100 лет. Сделаны прогнозы их движения. Построены модели вращения Земли и Луны. Определены параметры гравитационного поля Земли. Изучены загадки в Солнечной системе. Смотрите, теперь загадок нет. Есть на самом деле новые загадки возникают. Спроектированы новые космические миссии. Потеряны 12 спутников, ранее открытые. Представляете, потеряны. Их пронаблюдали, определили орбиту. А больше не наблюдали, кого они интересуют. Нас же интересует то, чего нам на голову упадет. А какие там спутники, кого они интересуют. Только этих небесных механиков в 77-й комнате. Так вот, их потеряли. Почему? Потому что их долго не наблюдали. И точность их орбит... Вот здесь вот, помните, я вам приводил картиночку. Вот. Точность эфемерит оказалась плюс-минус полоборота спутника вокруг планеты. А если точность плюс-минус полоборота, так это значит, спутник то ли справа от планеты, то ли слева. Считай, что мы его потеряли, этот спутник. Их надо за него открывать. Вот я сейчас разговариваю с Борисом Сергеевичем Сафоновым, чтобы он попытался найти эти спутники. 12 спутников до сих пор потеряны. То есть, когда-то их орбиты определили, а сейчас плюс-минус полоборота. Вот. Теперь, где взять эти данные? Есть несколько научных центров. Самый продвинутый научный центр – это Jet Propulsion Laboratory. Переводится, знаете, как Jet Propulsion Laboratory, я, наверное, говорил. Переводится не лаборатория реактивного движения, а приводится Институт Небесной Механики. Вот так, потому что в этом институте занимаются Небесной Механикой. Хотя название сохранилось такое. Раньше он был под эгидой НАСА. НАСА, знаете, космическая программа американская. А теперь этот институт в ЖПЛ размещен в Калтехе. Знаете, Калтех? Кому спорю Калтеху, я хочу туда поехать работать. Это Калифорнийский технологический институт в Америке. Очень известное учреждение, очень известный институт. И вот это Институт Небесной Механики, сейчас там в Калтехе работают. Есть другой источник. Это Институт Небесной Механики и вычлений эфемерит в Париже. Есть Минерпланет-центр. Это центр малых планет. Но там только малые планеты. Здесь вот перечислено. Здесь у нас всё. ЖПЛ, вращение даже Луны. А вот в Институте Небесной Механики только планеты, спутников планет. И то не всех. А вот в Минерпланет-центре там только орбиты астероидов. Там нет планет. Но и немножко спутники есть. Ещё у нас в Петербурге есть такой человек, женщина её зовут, Питева Елена Владимировна. Она создала теорию движения планет. Сама одна женщина, которая ничуть не хуже американских эфемерит. Имеет примерно ту же точность. Она одна, но там у неё были помощники, программисты, которая создала теорию движения планет. Ничуть не хуже, чем американская или французская. Ну и, конечно, ГАИШ. Тоже мы в ГАИШе кое-чем занимаемся. Вот поэтому адрес, если вы войдёте, легко этот адрес найти, на сайте ГАИШ зайдёте, там найдёте. Вот это эфемеридный сервер. Вот здесь сидят эфемериды всех планет. Ну не я их придумал, а я взял уже в этом институте небесной механики, в учреждении эфемеридов и в ЖПЛ. Взял эти эфемериды. Взял эти модели, затолкал на серверы, на веб-сервер ГАИШа туда затолкал эти модели. И вот у нас работает сервер эфемерид. Он здесь вот немножко устарело. Он трёхязычный, посмотрите. На русском языке, на английском и на французском языке. То есть страница написана на трёх языках. И вот что даёт этот сервер? Он даёт координаты небесных тел на небе. Если вы хотите какой-то спутник наблюдать, вот у нас на КГО будет наблюдать с Афонов спутник, я должен ему дать координаты. Я говорю, а я тебе не дам. Вот заходи сюда на сервер и здесь возьмёшь эти координаты. Вот для чего служат. То есть в основном этот сервер эфемерид служит для определения координат небесных тел на небе, чтобы телескоп туда наводить. Ну вот. Есть одна вещь совершенно уникальная. Сейчас, мы не тишком. Здесь у меня слайда нет, соответственно. Дело в том, что в спутнике астероидов не очень-то много народа изучают движение спутников астероидов. Почему? Потому что наблюдений мало и наблюдений неточные. Но вот мы в ГАИШе сосредоточились на изучении орбит спутников астероидов. Я сделал сервер эфемерид спутников астероидов. Этот сервер эфемерид оказался единственным в мире. Даже в GPL нету сервера эфемерид спутников астероидов. Нет. А у нас есть. Вот мы сделали на веб-сервере ГАИШе, разместили сервер эфемерид спутников астероидов. Этих орбит всего 66 штук известно. Всего-то астероидов со спутников известного было 500, даже больше. А орбита определено только для 66. Вот это и есть в ГАИШе. Поэтому в ГАИШе очень много чего есть. Можно туда заходить и смотреть. Всё. Спасибо вам за внимание. Доклад закончен. Если вопросы какие-то есть, то пожалуйста. Какие сейчас загадки есть в Солнече? Что-что? Какие загадки есть в Солнече? Вы видели надпись «Загадок нет». А вот надпись есть. Да. Значит, есть загадки. Значит, они… Остаются некоторые загадки. Во-первых, загадка, куда подевались эти спутники, которые потеряны. Их надо искать. Они никуда не подевались, они там летают. Просто загадка состоит в том, что мы не знаем параметры движения сегодня. Поэтому загадка небесных механиков – это определить орбиты спутника, который потерян. Дело в том, что… Конечно, вам нравятся загадки, да? Мне тоже они нравятся. Но дело в том, что небесная механика не предназначена для поиска загадок и их разгадки. А для чего небесная механика служит? А вот для чего я в начале доклада говорил, для чего она служит. Тут никаких загадок. Защита от опасностей. Дальше. Расширение среды обитания. Вот для чего небесная механика нужна. Чтобы космические миссии осуществлять. Прилетел к какому-то спутнику, хотел на него сесть и опоздал. Вот для чего небесная механика. А загадки-то по пути, ну они возникают, но приходится их разгадывать. Поэтому загадок на настоящее время таких серьёзных нет. Самая загадка – это высокоточное определение координат небесных тел. Вот эта загадка. Почему? Загадка состоит в том, почему точность ограничена. Вы знаете, почему, например, ограничена точность эфемерит Марса? На Марс-то мы хотим летать, самая ближайшая планета к нам другая. А есть загадка. Точность эфемерит Марса ограничена. И знаете, чем ограничена? Дело в том, что Марс притягивается астероидами. Астероиды влияют на движение Марса. А чтобы определить влияние астероидов на движение Марса, нужно знать массу астероидов. А масса астероидов известна только для сотни астероидов известной массы, а для других неизвестной. И поэтому хитрыми способами пытаются смоделировать притяжение астероидами Марса, беднягу. Но это плохо получается. Поэтому основное ограничение на точность эфемерит Марса – это притяжение астероидов. Астероидами. А какая там точность? Ну, точность эфемерит всех вот этих ближайших планет, вернее, Венеры и Марса, примерно 1,1 секунды другие на небе. Ну, если в километр, то вы сами переведите в километр. Вот такая точность. Так, еще вопросы? А вот вы показываете графику падения блеска одного из спутников Юпитера в теле другого спутника? Так, я понял, что у вас спутник Юпитера, я еще вопрос в чем состоит. Вот, а можете еще раз показать этот график и рассказать, что мы вам показываем? Показать вам график? Да. Сейчас. Это нормированная единица, да? Потому что единица считается яркость, когда не происходит явление, когда два диска рядышком. Понятно, ну, в смысле, просто прохождение через тени от этого падения, просто там как будто бы была тяна в тени. Извините, поговорим еще, пожалуйста, вопросы, я не понял. В общем, сначала вопрос один гило, а потом он попадает в тени Европы, правда? Значит, сначала вот так, а потом вот так. Вопрос в чем состоит? Все, понятно. Так, еще вопросы. Все, ну, если нет, все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.